Друзья, подписывайтесь, друзья, на канал, кто захочет. Сейчас пойдет такое видео, интересное, про такую, друзья, стиральную машинку Золушка. Друзья, Золушка, это, наверное, легенда таких машинок, ого-го, у людей. И сейчас мы рассмотрим, говорят, не два мотора, два мотора, да. Вот это мотор для того, чтобы стирать, видите, ремень, ремень крутит, вот, ремень крутит. Пружина, знаете, зачем пружина? Пружина оттягивает мотор. Пружина оттягивает мотор, друзья. Вот второй мотор, это центрифугу, друзья, крутит. Вот, а вот это, вот, видите, резинки, они часто ломаются у людей, да, ломаются, обрываются. Вот это насос, друзья. Вот когда центрифуга, мотор работает, видите, он крутит насос. Вот этот насос, насос часто гниет, он алюминиевый, гниет часто. И вот этот клапан, смотрите, какие у него неисправности, этот клапан. Сюда наливается в бак вода, и вот это вот идет по этому, по трубе идет вода, И переливается, если клапан не держит Переливается в центрифугу И получается Оно ровно становится, столько сколько воды В стиральном отсеке Столько же и в центрифуге Если не работает клапан Вот этот клапан не работает И тогда она переливает Из стирального бака в центрифугу Получается в центрифуге вода Вот если вот эта резинка порвалась Тогда насос не будет работать Эта резинка, она крутит насос Если резинка порвалась все насос не работает. Когда включается центрифуга, вот этот мотор, видите, мотор, мотор крутит вот этот насос, вот этот насос крутит, да, и откачивает, оттуда ватянет и отсюда ватянет. Так, и вот этот шланг, видите, вот этот шланг, вот этот шланг, поэтому шланг он идет назад вверх, в стиральное отделение, сейчас покажу, запомните вот этот шланг, вот в стиральное отделение, да, а это уже ничего не идет, это так просто, чтобы просто открутить пробочку и слить уже окончание, окончательно слить уже, капельки слить, которые остаются, чтобы она, так сказать, не портилась. Надо ее хорошо закрутить. Если ее не загрузить, то понятно, что будет отсюда течь вода. Вот. Тут хомут надо проверять, тут надо проверять, тут надо проверять. Тут, видите, со старостью шланги среди какие стали. Видите, у меня кстати в виде очень хорошая 8К. Поэтому можно... Ой, 4К. Поэтому очень хорошо можно раз глядеть, как шланги трескаются. Видите? Вот. Вот. Ремень. Вот эта вот штука, видите, обрывается. Вот эта вот, кстати, очень дорого стоит, чтобы 5 долларов вот эта штучка, или даже 10. Вот эта резинка, да? Ну, насос вообще... Насос всегда гниет, друзья. Гниет всегда насос. У всех гниет насос, и потом начинает течь. Поэтому неисправности бывают такие. Самое главное неисправность отчет вода. Насос проржавел полностью. Не сливает, вот эта штука не работает. Клапан не работает. Вот этот клапан часто не работает, переливается. Ну, сейчас мы достану... Ну, а еще колеса отламываются от колеса. Видите, как переточил человек. Вот. А эти колеса всегда, друзья, отламываются. Так, ну, что еще вам рассказать? Ну, сейчас пройдемся еще раз. Клапан всегда портится. Шланги всегда текут, насос всегда течет. Потому что он алюминиевый, и он просто портится даже не пользоваться, если ним... Вот. Ремень летается, шкива иногда. Вот. Ну, что, вытягиваем. Стиралка, будем смотреть сейчас на него. Вот, как она называется. Видите? Так, ну, вот, друзья. Сейчас мы посмотрим. О! 80-го, друзья, года. Видите? 80-го года. Сейчас 2030-й где-то. О, 50 лет. Провод сюда складывается. Это, видите, это дверца такая. Открывается часто. Люди не могут найти шнурок. Шнурочек, где шнурочек, где шнурочек. Шнурочек, где... Вот. Помните, он там рассказывал эта дырка. Вот она. Вот, видите, вот отсюда во течет. Отсюда во течет. Вот он вот так вот вставляется. Дзык. Вот так, видите, вставляется. Отсюда во течет. А это центрифуга делается. И эта дверца, которую я только что, друзья, отломал. Только что отломал. Ну, самое главное, что мне вообще не жалко. Вы знаете, вот я ее отломал. Мне ведь не жалко. Стиралка же мне в мусорку идет, на металлолом. Сейчас будут разбирать нить. Будут разбирать. Вот, видите, вот такой обзор, друзья, стиралки. А вот здесь еще самое главное. Тут кнопка, друзья, кнопка. Центрифуга часто не крутится, потому что кнопка не нажата. И вот это среди раз. Да. А это, говорит, быстрее и медленнее. Ничего-то не быстрее и медленнее. Это в одну сторону и в другую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова